Обычно первичные проявления наступают где-то в среднем 21-23 дня от момента этого контакта. Дальше, что характерно для заболевания этого, что первичный, так называемый первичный аффект, то есть первичное нарушение целостности, точнее первичные проявления этого заболевания, это могут быть или язвочки, или эрозии, в народе просто говорят ранки, возникают там, где проник именно возбудитель сифилиса, то есть бледная трепанема. То есть если это был физиологический, допустим, половой рак, то в области гениталий. Если же, допустим, так называемый орогенитальный контакт, то может быть на слизистой губ, полости рта. Ну, иногда бывают, поверьте, иногда бывают такие экзотические, что бывают эти проявления и на груди, и под мышками, и где хотите, и это уже, как говорят, в народе есть такая поговорка, алкоголь на выдумку хитра, поэтому в различных местах, но и, соответственно, тоже имеют особенности. То есть в области гениталий они носят один характер, в области, допустим, кожных покровов немножко другие, потому что есть особенности точно также и самой структуры кожи в различных областях. Если появляется, скажем так проще, если у человека появляются какие-то высыпания, в первую очередь в области гениталий, то я советую не ждать, не мазать. У нас сразу люди начинают, в лучшем случае, там у кого-то спрашивать, а нет, сейчас немножко поменьше. А раньше это сразу была марганцовочка, содовые, там ванночки, компрессы, потом сейчас мази различные идут. Одно время был очень модный, так называемый, спасатель, мазали все подряд везде и всюду. Ну, понимаете, кроме того, что потом наступает осложнение, ничего другого нет. И опять же врачу, который не знаком с данной патологией, когда пациент использует различные средства и далеко не всегда об этом рассказывает врачу, то клиническая картина тоже меняется во многом. То есть она не столь характерна, как должна быть, допустим, в классическом течении данного заболевания от момента заражения. Поэтому то, что говорится, то, что там показывается, то, что сегодня опять же каждый может увидеть там в средствах того же интернета и так далее, должен помнить, что далеко не всегда то, что можно там увидеть, соответствует тому, что есть на самом деле. Особенно, если используя какое-то лечение или самолечение. Обычно все эти первичные проявления, если не наступает осложнение, связанное с вторичной инфекцией, обычно они разрешаются сами по себе. Если нету никаких там осложнений. После этого через, ну, где-то, считайте, месяц, ну, я не буду говорить, там, изменения начинаются лимфоидные системы, появляются увеличения лимфоузлов. После этого где-то обычно, ну, считайте, где-то на начало третьего месяца появляется высыпание на коже туловище. Они тоже могут быть различные, могут быть яркие, могут быть бледные, могут носить, ну, такой немножко ограниченный характер. Чаще всего люди считают, что это у них либо аллергия на какие-нибудь там продукты или там медикаменты или еще что-то, потому что эти высыпания точно так же проходят сами. И потом с определенной периодичностью они опять появляются, только они уже немножко имеют другую структуру, другие там размеры, допустим, этих элементов, другая уже яркость этих элементов. Но человек опять же связывает это все с какими-то аллергическими процессами, тем более, что при вот этих высыпаниях практически нет никаких субъективных ощущений. То есть ничего не чешется, ничего там не болит, не печет, ничего. Ну, появилось, да, ну, хорошо. Ну, прошло, ну, и слава Богу. Понимаете, ну, человек тоже ревенболен, и потом в конечном итоге эти рецидивы наступают все реже и реже и реже, то есть вначале там через несколько месяцев, потом там через полгода, потом там через год и так далее. То есть с увеличением срока давности заболевания эти рецидивы наступают все реже и реже. Но тут уже включается потом то, о чем я говорил, поражение внутренних органов. В первую очередь, что самое страшное, это, конечно, нервная система. Потому что когда начинают наступать уже изменения в нервной системе, вот там уже последствия, ну, скажем так, очень сложно обратимы. Спасибо. among you. Продолжение следует...